Берегись, бандитская нечисть! Лейтенант Фрэнк Дрэбин ведет свое эксклюзивное расследование, где всем плохим парням достанется по полной полицейской программе. В декабре 1988 года Фрэнк Дрэбин и компания в ленте «Голый пистолет» произвели комедийный фурор в мировых кинотеатрах, на долгие годы вперед застолбив за собой звание образцовой пародии. В этом видео мы вспомним творение режиссера Дэвида Цукера, традиционно заглянув за кулисы съемок истории создания ленты. Детально разберем сюжет, сценарные тайны, постановку и незабвенных персонажей. После успеха комедии «Аэроплан» 1980 года выпуска создатели ленты братья Джерри и Дэвид Цукер вместе с Джимом Абрахамсом задумали снять пародию на полицейскую тематику, где в основе пародии находился сериал 1957 года выпуска, снятый в жанре криминальной драмы «Команда М». Сценарий привлек боссов студии «Парамаунт», их отдел, который занимался производством телевизионных проектов, и они предложили снять проект в формате мини-сериала. Абрахамс и братья Цукеры соглашаются. Так, в 1982 году появился комедийный сериал «Полицейский отряд» продолжительностью в шесть эпизодов, где Лесли Нильсон сыграл роль детектива Фрэнка Дрэбина. В 1986 году «Парамаунт» решили продолжить банкет с Фрэнком и предложили Абрахамсу и компании написать сценарий для одного сезона продолжительностью 12 эпизодов. Но авторов это предложение не заинтересовало, они хотели, чтобы Дрэбин ворвался в кинотеатры, и потому полировали сценарий до комедийного блеска, убеждая заседателей «Парамаунт» в необходимости вложений в этот проект. И те под напором пародийных мастеров соглашаются, выписав в бюджет ленты 10 миллионов, который в ходе съемок вырастет до 12 миллионов зеленых. При этом обязательным была отсылка к оригинальному сериалу, потому в названии на постерах фильма красовалось «Голый пистолет» из архивов полицейского отряда. «Голый пистолет» к основному названию добавили, чтобы не копировать вышедшую ранее популярнейшую кинокомедию «Полицейская академия». К основному трио авторов присоединился сценарист Пэт Профт. Он ранее работал с ними в полицейском отряде, написал сценарий к паре эпизодов. Уже тогда Пэт был из категории топ-авторов в комедийном жанре. Основным в его авторском послужном списке была «Полицейская академия». Позже, когда трио распадется, Абрахамс и Профт снимут две части еще одной культовой пародии «Горячие головы» первый и второй фильм. Обе ленты ранее были в детальных разборах на канале. Если еще не смотрели, можете ознакомиться. Лесли Нильсон без каста наследовал свою же роль Фрэнка Дрэбина из сериала «Полицейский отряд». Из-за болезни актера, у которого был грипп, съемки вынужденно перенесли на несколько дней. А вот на роль Джеймс Пенсер, которую в оригинале звали Карен Голд, каст был куда более оживленный. Хотели пригласить Сигурни Уивер, но после долгих раздумий и колебаний студия отклонила ее кандидатуру. Чем им не угодилась Сигурни, история умалчивает. Тогда обратили свой взор в сторону Голди Хоун, которая только закончила съемки в картине «За бортом», также очень популярной комедии тех лет, и была открыта для предложений, но неожиданно закрылась от них. Актриса взяла творческую паузу в карьере и в кино вернется лишь через три года в еще одной популярной ленте эпохи видоков и кассет «Птичка на проводе». И тогда взор автора впал на бывшую супругу Элвиса Пресли, Присциллу. Поначалу студийные заседатели крутили носом, они хотели видеть более молодую актрису. А Присцилле тогда было 42 года, в ходе съемок ей исполнится 43. Да и с актерским опытом тогда у нее было не густо. Всего-то три проекта, но на касте Абрахамс и братки Цукеры сумели рассмотреть в ней ту самую Джейн и довольно быстро убедили студию в правильности выбора. Подстегнуло их то, что в рекламной кампании фильма можно было использовать имя Элвиса. Мол, избранница самого Пресли снимается в нашем фильме. Не пропусти. Вообще же Цукеры и Абрахамс практиковали оригинальный подход, когда приглашали на комедийные роли серьезных драматических актеров, считая, что в их непривычном исполнении шутки будут смотреться куда более искренне и оттого смешней. Именно таковым был актер Джордж Кеннеди, сыгравший капитана Эда Хокина. С его утверждением на роль связана интереснейшая история, Дэвид Цукер рассказывал, когда их огорошили в Paramount, заявив, что им нужен титулованный актер с премией Оскар. Это было обязательное условие и Джордж, которого они не планировали приглашать, но у него был Оскар за роль в картине «Хладнокровный люк». И так он получил свой шанс и был утвержден на роль. После актер раскрыл тайны актерского двора. Оказалось, он очень хотел поработать с Абрахамсом и Цукерами и был очень расстроен, когда пролетел мимо роли в комедии «Аэроплан», где пародировали его же персонажа. Весь фильм был снят в штате Калифорния, в основном в Лос-Анджелесе и его окрестностях, а также в павильонах студии Paramount, где и были созданы декорации кабинета в Бейруте, в котором собирались, как они назывались в сценарии с меткой подачи Пэта Профта, ось антиамериканских лидеров. Среди них был Михаил Горбачев, и эту роль сыграл Дэвид Ллойд Остин. Михаил Сергеевич стал для него проводником в мир кинематографа, ведь это его первая роль в кино. Всего в фильмах и сериалах Остин сыграл Горбачева трижды. В ранней версии сценария лейтенанту Дребину в его невероятной миссии в Ливане помогал капитан Хокин, работавший под прикрытием администратором в гостинице. Но из-за экономии времени ленты решили, что Фрэнк сам разделается с оппонентами. В сцене с начальными титрами въезда в помещение оператор Роберт Стивенс использовал операторскую тележку с рельсами, на которой сидел он сам, как машинист мчавшегося паровоза, придавая тряску камере там, где необходимо. При монтаже в некоторых сценах кадр был ускорен. Оджей Симпсон сыграл детектива-бедолагу Нордберга. Его утвердили после того, как не удалось договориться с Джоном Кэнди. Слежка и последующие действия Нордберга по обезвреживанию опасных преступников стала пародией на классические детективы. Оджей Симпсон известен не только как актер, но прежде всего как игрок в американский футбол и весьма успешный, даже включен в зал славы. А вот что славы ему не принесло, так это дело Симпсона 95-го года, когда его обвиняли в двойном убийстве. Бывшей супруге, которую он регулярно колотил, и ее приятеля. И хотя против Симпсона была масса улик, когда казалось в этом деле все очевидно, но в итоге его оправдали. Адвокат Джонни Кокрэн вытащил это безнадежное дело и добился расположения присяжных. Позже, после выхода одноименного фильма, Кокрэна в связи с делом Симпсона назовут адвокатом дьявола. Рикардо Монтальбан сыграл криминального босса Винсента Людвига. В его пользу сыграла внешность, когда актер был словно сошедший с обложки крутой гангстер из классики нуаров 30-х и 40-х годов. Абрахам Сайцукер заприметили его в фильме «Звездный путь 2. Гнев Хана» и утвердили на роль криминального Людвига. Странный Эл Янкович появился в камео в образе самого себя в сцене в аэропорту. Эл известен своими пародиями на популярные песни, а также на культуру, кино, журналистику. То есть свой в доску для Абрахама Сайцукера. Даже странно, как это он не получил большую роль в фильме. Форма груди, которая напоминала Фрэнку о его бывшей супруге, это атомная электростанция Сан-Онофре, тогда действующая в наши дни закрыта. Но Хокин и Дребен у нее не проезжали. Кадры станции были сняты отдельно и добавлены уже при монтаже. Сцены в больнице снимали в госпитале Лейквуд, что в Лос-Анджелесе, где в переоборудованной универсальной койкой палате Нордберга сняли пародию на телевизионные проекты, события в которых происходят в госпитале. В удаленной сцене Фрэнк при выходе вырубал все оборудование в палате. Нордберг отрубался, будучи при смерти. К нему на помощь мчал весь медперсонал. Мэра города сыграла Нэнси Марчант. Для многих зрителей самой известной ее ролью является Ливия в сериале «Сопрано», где она предстала в образе мамы Тони Сопрано. Это сейчас радиомикрофон может выглядеть как нечто обыденное, а тогда полезный современный гаджет, который Лесли Нильсон использовал по назначению, прихватив в туалет. На самом деле туалетные приключения лейтенанта были более продолжительными. Фрэнк пел, свистел и даже стучал. Все эти сцены в итоге удалили. Дань классики детективного жанра отдали в эпизоде расследования покушения на Нордберга, где обведенное тело, конечно же, оказалось в неожиданном месте, а именно на воде. Сцена общения со свидетелем на пирсе являлась пародией на фильмы, в которых коп пытается разговорить несговорчивого собеседника. В альтернативной версии сценария Дребен скидывал горемычного работника в воду. Авторы подумали, почему бы не сделать отсылку к биографии самого Лесли Нильсона. Да запросто. В сцене, когда Людвиг предлагает Фрэнку сигару, тот говорит, что у него валийские корни. Дело в том, что мама Лесли была родом из Уэльса. Рочка самурая изготавливалась специально для съемок на заказ в магазине Нью-Йорка, где производит редкие и очень дорогие ручки. А вцепившаяся мертвой хваткой в лейтенанта декоративная рыбешка – это дань классики мультфильмов 40-х и 50-х годов прошлого века. Интересно, что секретаршу Людвига сыграла мама Дэвида и Джерри Цукеров «Шарлотта». Это не первый случай, когда братья снимали маму в эпизодах своих фильмов. Первая встреча Фрэнка и Джейн пародирует фильм «Прощай, моя красавица» 1975 года. Диалог Дребина взят из сцены разговора канонического персонажа, детектива Марлоу, когда тот повстречал Хелен Грейл. Естественно, с правильными комедийными правками в тексте и деяниях актеров. А вот забавная сцена с браслетом на лодыжке – это очередная дань классики фильмов Нуар «Двойная страховка» 1944 года выпуска. Эксклюзивную шутку с бобром придумал Пэт Профт, но все же не зря его пригласили в команду мастеров Стёба. Фрэнк Дребин был ужасным водителем. На этом делали акцент в каждой сцене, когда он садился за руль. И каждый раз авторы пытались сделать автоприключения горя водителя Фрэнка оригинальными. Ключевой стала сцена парковки у полицейского участка, где на самом деле за рулем авто находился профи-каскадер Харальд Бёрнс. Съемки были непростыми, потому что у пиротехников с первого раза не получился взрыв, а в следующем дубле машина не сбила гидран. В итоге растянули эпичный заезд тачки Фрэнка аж на три съемочных дня. Сотрудник отдела полиции, спец по гаджетам Тед Олсен, которого сыграл Эд Уильямс. Этот персонаж из оригинального сериала был создан в дань сотруднику Ми-6 Кью из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Его комедийная версия. В 80-е годы в зарубежной прессе была очень популярна тема о гипнозе, всяких шарлатанах и культах якобы зомбировавших людей. В одной из статей была даже опубликована тема о возможном создании тайных наемников. Но братки и Абрахамс в фильме посмеялись над всем этим, придумав сенсорный, индуцированный гипноз. Круто завернули, а главное это работало и было привлекательно для зрителя. Уже при монтаже зачем-то удалили сцену общения Фрэнка с мадам в регистратуре больницы. Лейтенант по обыкновению был в словесном ударе, так что она выпрыгивала в окно. Сенсорный гипноз в действии и снова досталась бедолаге Нордбергу. Цукер рассказывал, что они сняли с два десятка дублей в эпизоде падения в кровать и точного попадания в яблочко, то есть в голову пациента. Вообще же многие сцены фильма занимали до 40 и даже более дублей. Так сложно и долго достигалась наивысшая шкала качества смехотворчества. Сцену погони за доктором снимали 4 дня, причем в разное время. Отдельно крупные планы Фрэнка в учебном авто и заезды по городу все того же каскадера Харальда Бернса. Интересно, что роль инструктора исполнила актер театра и кино, мастер драматургии в создании сильных кинообразов Джон Хаусман. Это его последняя роль в кино. За месяц до премьеры «Голого пистолета» актера не стало. Ему было 86 лет. Отдельно, уже ближе к концу съемок, отсняли эпизод со взрывом магазина фейерверков на закрытой площадке студии Paramount, где раскурочили ранее созданные декорации. Прогулка Фрэнка с философскими размышлениями в оригинале была куда более продолжительной. Он катался на машинке в парке аттракционов, причем даже здесь неудачно, врезаясь во всех подряд. Отплясывал с клевыми девчонками в женском клубе по аэробике и гимнастике. Вместе с ними по окончании интенсивных занятий принимал душ. Вы спросите, зачем же все это удалили? И действительно, на кой? Уже эти фрагменты лишними точно не казались. Еще одна отсылка к Бондиане – встреча в квартире Дребина. Джейн в одной рубашке это Дань Ленте «Доктор Ноу. Встреча героя Шона Коннери с очаровашкой Миссис Трэнч». Тема спида и безопасного секса в Америке в ту пору была очень популярна в социальных рекламных роликах. Дэвид Цукер решил обыграть эту тему в сцене, когда размер имеет значение, даже если речь идет о гигантском презервативе. Фрэнк и Джейн посещают кинотеатр. И здесь отсылка к популярной военной драме «Взвод» 1986 года. Картина в кабинете Людвига, который уничтожил Дребин, была копией дорогостоящей картины Томаса Гейнсборо. Как в шутку утверждал Джим Абрахамс, они похитили оригинал из музея специально для Фрэнка и его эксклюзивного метода обыска. В альтернативной версии Фрэнк в темноте таскал за собой чучело животного. Лишь через время, заметив незваного гостя, он начинал свое противостояние с ним. Также в одной из версий сюжета Фрэнк выбирался из горящего помещения в окно из комнаты с баром Людвига, куда с улицы залетали голуби. Видную кричащую даму, которую Фрэнк использовал, чтобы не свалиться вниз, сыграла Лора Лихард, у которой всего-то четыре эпизодических роли в карьере. Но для этого образа большие актерские таланты не требовались, а все нужное для сцены у актрисы было в наличии от рождения. Высоченный мужик по имени Эл, лица которого мы не видим, это пародия на короткометражку 48-го года «И так вы хотите стать детективом». А роль эту сыграл Тайни Рон, бывший профи-баскетболист, ростом 2 метра 16 сантиметров, из-за травмы, закончившей карьеру в спорте и после подавшейся в актеры. Сняли и удалили сцену того, как разъяренный босс Людвиг шатается по своему сгоревшему кабинету и в гневе дает указание шестерке «стереть с лица земли эту сволочь» Фрэнка Дрэбина. Пародией на полицейские переговоры стала сцена стрельбы в лейтенанта на фабрике Людвига. В альтернативной версии драка с бандитом Людвига, которого сыграл Николас Уорд, была более продолжительной, когда бандит избивал Фрэнка, а тот стойко пропускал удары, что являлась пародией на сцены драк в боевиках. Но, увы, эту сцену не включили в основной монтаж. Сцену со случайным обыском придумали во время съемок эпизода в отеле. Такой подход Абрахамс и Профт в будущем часто будут использовать в создании своих пародий. Фрагмент «Ссоры» Джейны Дрэбина – это пародия на фильм «Касабланка» с Хамфри Богортом и Ингрид Бергман. В богатом на просроченные продукты холодильники Фрэнка есть банка майонеза, где указан 82-й год. Это дань оригинальному сериалу «Полицейский отряд», который вышел на экраны как раз в 82-м. Сцены с королевой Англии вызвали бурю негодования некоторых английских журналистов. Они писали о неуместных шутках и о том, как американцы показали англичан в фильме – напыщенными болванами и клоунами-аристократами. Роль королевы исполнила Жанет Чарльз, которую называли двойником Елизаветы II. Поразительное внешнее сходство. А еще сходство в продолжительности жизни. Жанет и Елизавета умерли в возрасте 96 лет. Сцена в офисе полиции была снята в дань ситкомом 70-х годов, а также классическим лентам о копах, где главный герой пребывает в замешательстве. В альтернативной версии в кабинете присутствовал высокий Эл. Как оказалось, рабочее место, которое вдребезги разнес Дребен, принадлежало именно Элу. Отсылка для внимательных зрителей – просроченный сыр, покрывшийся плесенью на холодильнике Фрэнка, начинает двигаться. Это паранормально заплесневелое явление, дань памяти фильму «Полтергейст» 1982 года выпуска. «Ты уверен, что не хочешь перекусить?» Диалог с мэром пародирует сцену из фильма «Грязный Гарри» – реплика героя Клинта Иствуда. «Я вижу пятерых извращенцев, одетых в тоги и нападающих на парня. Я стреляю в ублюдков, это моя позиция». Сцены на бейсбольном матче снимали на стадионе команды «Лос-Анджелес Доджерс» в начале съемочного процесса, потому что тогда у Доджерс не было матчей и тренировок на стадионе. Пришлось подстраиваться под их график. Эпизодическую роль судьи матча, которого Фрэнк огрел битой и раздел, сыграл настоящий судья бейсбольных матчей Джозеф Уэст по прозвищу «Ковбой Джо». Считается одним из лучших в своем деле. Лесли Нильсон просил о том, чтобы его не дублировали, и он сам исполнил гимн. Ему пошли навстречу. Энри Капалаццо был в песенном ударе. Спустя годы MTV признала исполнение гимна Нильсоном лучшим в комедийном жанре. А после смерти Лесли в 2010 году спортивный канал ESPN опубликовал «Некролог», в котором благодарил человека эпохи Возрождения Энри Капалаццо за его исполнение гимна и великое судейское наследие. Шутки с обыском и ударом битой придумал заслуженный мэтр Майл Брукс, в свое время носивший звание короля пародии. В оригинальной версии капитан Хокин с другими полицейскими пытался обезвредить Людвига, захватившего Джейн. Но его убойная миссия провалилась. Эту сцену удалили при монтаже. Так сложилось, что каток, переезжавший плохих парней, был в тренде авторов тех лет. В том же 1988 году в кино каток переехал злодея в фильмах «Кто подставил кролика Роджера» и «Рыбка по имени Ванда». Неубиваемого железного Нордберга решили добавить в финал ленты в последний момент. В оригинале Фрэнк и Джейн уезжали на роскошной тачке Людвига в путешествие в Майами. У голого пистолета очень много переводов, но все же один из них выделяется. Из той самой незабвенной кассетной эпохи перевод и озвучка мастера своего дела Алексея Михалева. При бюджете в 12 миллионов зеленых голый пистолет собрал 78 миллионов долларов. К окончанию мирового проката в конце 89 года общие кассовые сборы составили 152,5 миллиона. Да, это и есть грандиозный кассовый успех. Так, голый пистолет попал в списки лучших пародий в истории кинематографа. А учитывая деградацию жанра, он находится в лидерах и по сей день. Боссы Paramount, сорвав кассу, потирали ручища и зажгли зеленый свет для продолжения истории. В эпичном творении голый пистолет, 2,5 запах страха. Но это уже другая история. Если это видео будет востребовано в плане ваших просмотров, комментариев и лайков, то я, возможно, продолжу рассказ о втором фильме знаменитой пародии. А на этом все. Буду закругляться и прощаться. До новых встреч на канале. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!